Лучших представителей различных отраслей и сфер деятельности наградили сегодня в Держинском районе. Накануне Дня города глава Волгограда Владимир Марченко вручил наиболее отличившимся работникам предприятий, организаций, почетные грамоты и благодарственные письма. На награждение побывал Илья Власенко. Тех, кто добился наилучших результатов в своей сфере, кто трудится на благо родного города, чествовали в гимназии номер 11 Держинского района. Эти люди олицетворяют портрет идеального сотрудника, слаженно работают в команде, внимательны к деталям, сохраняют спокойствие в любой ситуации. Спасибо, Сергей Романович, вашей команде и всем жителям, что вы по рейтинговому голосованию были одни из лучших в городе Волгограде. И знаменитый ваш проспект Жуково получил там продолжение. Есть следующие этапы, которые мы сейчас работаем. С вас всех с праздником, здоровья, всем благополучия. И спасибо вам всем за работу, каждому на своем месте. Вы являетесь командой города Волгограда, потому что каждый делает свою работу, выполняет, старается сделать так, чтобы наш город и наш район становился лучше. Слова поздравлений и благодарности за работу людям, которые обеспечивают тепло и уют в домах, красоту на улицах Волгограда, охраняют здоровье, воспитывают наших детей, звучали в ходе всего торжественного вечера. Украшением которого стали выступления творческих коллективов города на Волге. Дзержинский район, он великолепен. Я считаю, и также поддерживают меня и жители Волгограда, и депутаты. Один из самых активно развивающихся районов нашего города. Несмотря на то, что до Волги вы немножко подальше, чем другие районы, но вот эта энергия, по всей видимости, той дороги, которая ведет из столицы, она все время дает такую вот уверенность, что вы лучшие в нашем городе и за районом. Город-герой всегда славился своими тружениками. Волгоград – это не только уютные дома, комфортные скверы, предприятия. В первую очередь это люди, которые трудятся на благо родного района и города. Елена Елизарова уже 43 года работает учителем начальных классов. Закончив 8 классов, поступила в Михайловское педагогическое училище. Закончила вуз и пошла работать с детишками. Из маленького человечка потом получаются очень хорошие люди. Это интересно наблюдать. Я всегда с удовольствием работаю с детьми. Когда моих детей хвалят, когда у них все получается в старших классах, когда они приходят о своих достижениях, говорят, это замечательно. Это всегда очень трогательно. Максим Деревянко – заместитель директора спортивной школы номер 23. Ребята занимаются единоборствами, велоспортом, шахматами и не только. Район преображается. Вот буквально за последние лет пять очень много было сделано, очень много парков было сделано, что немаловажно для жителей района. Поэтому движемся в нужном и правильном направлении. В Держинском районе активную работу ведут коллективы образовательных детских организаций и учреждений социальной сферы. А помогают развитию творчества сотрудники учреждений культуры, которые работают для всех возрастных категорий населения. Марина Жукова руководит детской школой искусств имени Балакирева и готовит юных музыкантов и артистов. Мы работаем для детей и ради детей. Это главный наш девиз, наш кредо нашего коллектива. Держинский район однозначно лучше всех. Район развивается, он молод, он динамичен. И это заметно, мне кажется, по всем событиям. И в инфраструктуре, в организациях, в развитии везде. По количеству индивидуальных предпринимателей, торговых предприятий и центров, Держинский район занимает первое место в Волгограде. Его называют транспортным сердцем и воздушными воротами города-героя. Это самый молодой и динамично развивающийся район. Его жители готовы и впредь вносить свой вклад в дальнейшее развитие и любимого района, и города-героя. Илья Власенко, Александр Шишин. Время новостей.